Всем привет! Всем привет! Да, знакомый Алисов, правда? Давненько-то не видели мы Славика. Давненько мы ничего не ломали, кстати, на видео, чувак. Соскучились за Славиком? Давайте, напишите в комментариях, скучали ли вы. Значит, я не просто так, как вы понимаете, к Славику захожу. У меня всегда какие-то неприятности, когда мы сюда направляемся. Значит, есть амортизатор с моего прекрасного велосипеда Мерида. Называется он Fox DPX2. Который очень сильно требует переборки. И, конечно, мы такие аморты уже перебирали. У нас даже есть видос на эту тему. Но, интересно-то, знаете что? Я не делал нулевую ЭТО, этого амортизатора вообще. Я катался в горах 6 месяцев, наверное, практически без перерыва. Славик говорит, а сколько это в часах? Я не знаю. Правильно все-таки все в часах считать, потому что у меня тоже многие клиенты. Откатал 12 месяцев, 7 месяцев. За те же 7 месяцев ты можешь откатать как и 100 часов, так и 300 часов. А аморты полностью все они как бы по интервалам именно считают по часам, а не по месяцам. Потому что это более точная мера измерения. Ну, просто на мотоцикле легко считать часы. У них там стоит компьютер, они считают сколько там он когда мотор заводит. У них там аморты часы считаются. Она очень удобна. На велике, блядь, нет такой херни. Типа, поэтому я могу только в уме там где-то прикинуть. Или велоком. Не всегда его используешь, не в меня вообще нету. На часах я не со стравой типа езжу. Короче, это гемор. Я так прикинул, где-то часов 400, наверное, где-то было. Катание в горах по камням. В грязище, в пылище, вообще в лютый мусор. И сейчас мы посмотрим, в каком состоянии амортизатора. Это то, что производители рекомендуют нам делать ТО-банки каждые 50. Короче, мне он не нравится, как он работает. Он как-то там подстукывает, скорее всего там из-за воздушного масла запенилось, да? Да, да, это же типичная проблема как раз с этой моделью. Вот сейчас мы вскроем, поглядим что-то внутри. Сейчас все увидим вживую. В каком состоянии ремки Славик свой вердикт выскажет на этот счет. Ну, в очередной раз посмотрите, как мы будем ломать амортизатор. Обязательно лайк этому ролику влепите, вот это, не поленитесь. На Славик Институт также залетите, подпишитесь. Если вам нужно железо перебрать, вы же знаете, что вам только сюда надо идти. Все, кто меня спрашивает, а мне вот надо, вы по технической части мне можете вообще не писать. У меня там что-то стучит, как, блядь, я не механик. Чуваки, ну я поверхностно могу что-то подсказать. Кстати, я тоже по этому поводу хочу сказать. Многие спрашивают, как это гадание на кофейной гуще. Пока я не увижу ВСП здесь, сам это не пощупаю, я вам ничего просто не смогу сказать. Где-то там что-то подстукивает, ну видео, конечно, частично помогает. Но все равно, во-первых, как бы есть поверхностный осмотр, он самый простой. То есть ты просто проверяешь работу. Следующий этап, это полная разборка уже узла и дефектовка. По-другому ты не определишь, из-за чего она там стучит. Ты можешь, как бы, кучу предположений высказать, но по-правильному это все надо видеть вживую. И при необходимости это, как бы, обслуживать, разбирать и дефектовать. Ну, у вас же, когда машина ломается, вы же, ну не по телефону ее ремонтируете, или по телеграмму, там, или по инстаграмму ремонтируете. Вы же, блядь, на стол ездите. Ну, как минимум, есть датчики, которые это все контролируют, которые тебе там на экранчик все это выводят. Но в велосипедах, к сожалению, пока не так, как бы, и все ошибки, так называемые, диагностировать только вживую, живой силой. Какие датчики? У меня стук в какой-то машине есть. Я приехал на чувакам, говорят, у тебя стойка наеднулась, надо менять. Вот, а датчик ничего не говорил, как бы, понимаешь. Так что только из того. Тем более, ну, почту отправляют, как бы, сейчас, ну, без проблем велики. Вот человек прислал мой куб, родной, любимый, даунхильный, суперкрасивый Антон Скемпо, вот, откатался и прислал Славику на переборку. Весь велик, вот, вообще, ну, проблем нет. И он все перебрал, все четко, теперь с велосипедом. Да, он за камерой стоит, ждет хозяин. Мы им вставочку сделаем, красивую, с проводочкой. А мы пойдем перебирать мой амортизатор. Амортизатор 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 Да, вот воздушная банка. Вот это, вот эта вся часть. Вот это демпферная камера. Вот как из нее попадает воздух. Воздух из нее попадает, ну, грубо говоря, из двух мест. Первое, самое основное. Вот этот шток идет. Здесь у нас стоит полиуретановое уплотнение. У вас масло под давление, вот в эту камеру мы задуваем 120 PSI. А в позитивной камере, ну, то есть в воздушке, у нас зачастую 200-250 PSI. У нас просто через вот это вот уплотнение воздух, здесь давление больше, чем здесь. Здесь 200-250, здесь 120. У нас воздух просто продавливается через уплотнение. Именно поэтому фокса вот сюда вот ставит полиуретановое уплотнение. Они более жесткие, лучше, более плотнее обхватывает вот этот шток. За счет этого у нас воздушка возникает, как бы, не так быстро. Все равно у этого аморта, из-за того, что у него всего 120 PSI здесь, допустим, если мы возьмем, там, старые, там, ваны, вановские, допустим, фоксовые аморты, то зачастую здесь вот там до 200 задувается, то есть больше, чем здесь. Из-за этого они, как бы, дольше живут. Вот здесь, как бы, почему именно 120, почему меньше, чем, допустим, раньше фокса делала, там, в амортах с выносным бочком, потому что оно более плюшево работает. Как бы, это, ну, как бы, спортивный гоночный амортизатор, как бы, там никто не думает, что он там через 100, через 150 часов завоздушится. Там важно здесь и сейчас получить, как бы, хорошие показатели. Для них вторично то, что он будет чаще перебираться, потому что изначально, как бы, это не утилитарная вещь, которая должна много отхаживать, как бы, тут совсем, как бы, ну, другое назначение амортизатора. Так же самое и с X2, там такая же самая ситуация. То есть там маленькое давление в компенсационной камере, из-за этого он просто быстрее завоздушивается. Ну, допустим, даже если мы возьмем, ну, классического образца амортизаторы, в которых EFP-перегородка, ну, то есть, грубо говоря, компенсационная камера, она находится вот здесь. Вот, ну, самые простые аморты, без выносных бочков. Вот у них тоже возникает завоздушка, но она возникает значительно реже. Из-за чего это происходит? Потому что вот в эту камеру закачивают от 250 до 500 PSI. Соответственно, у них здесь 200-250, а здесь 500. То есть продавить отсюда 250-500-ку гораздо сложнее, чем 200-250-120 PSI. Ну, собственно, вот, поэтому он у нас и завоздушивается. Плюс, как бы, здесь у него очень большой пробег. То есть это в норме вещей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Всем пока! Пока! Добавил DimaTorzok